Подготовка к зимнему сезону, благоустройство, ошибки в квинтациях за акварплату. Эти и другие темы люберчане обсудили с главой городского округа Владимиром Ружицким. Встреча с жителями состоялась в школе искусств. Люберцы готовы к зиме. Подача тепла в дома производится бесперебойно с 23 сентября. Вызвали интерес планы по благоустройству Малаховского озера. Там будут и дорожки, и освещение, детская площадка, спортивная. И понятно, пришел в парк, ты должен зайти в какой-то кафешке, купить чай, купить мороженое с другом, посидеть. Если ребенка взял за руку и присел, и будем говорить какие-то вопросы, решаешь ли, просто радуешься жизни, ты гуляешь. Поступили жалобы на ошибки в квитанциях за акварплату. Претензии обрушились на обслуживающие организации. Не совсем объективная информация вызывает, безусловно, справедливое замущение. Мы берем это все на свою сторону. Мы, в свою очередь, подтверждаем то, что к концу года, то есть к следующей квитанции, к концу года, как минимум, все вопросы будут решены. Вопросов к представителям информационно-расчетного центра оказалось слишком много. Решение предложил Владимир Ружицкий. Давайте договоримся. Давайте учение завтрашнего дня, в пятницу, график день открытых дверей в Мособлэнерго по территориям. В Люберцах таких должно быть минимум три. Жители встревожили перебои в энергоснабжении Малого Павлина. Три из четырех кабелей были в нерабочем состоянии. В Мособлэнерго их восстановили. Сейчас подача электроэнергии в жилом комплексе осуществляется в штатном режиме. Мария Кузьмичева, Анастасия Юшкевич, Валерий Абсалямов и Алексей Андреев. Телеканал ЛРТ.